В монастыре Владимир Путин встретился с лидером общественного движения «Украинский выбор права народа» Виктором Медведчуком. Речь шла об обмене пленными между Украиной, ДНР и ЛНР. Владимир Владимирович, можно обратиться с просьбой, касающейся сотен людей, которые сегодня находятся по обе стороны линии соприкосновения, на Востоке, находятся в условиях лишения свободы. Ситуация сложилась так, что сегодня ровно 14 месяцев, как не проходит обмен. Вы знаете, что я этой темой обмен занимаюсь с 2014 года. И причина такой ситуации заключается в том, что согласно Минским соглашениям, обмены должны производиться по формуле «всех на всех». Украины на сегодняшний день возникли сложности. Выполнение этого принципа заключается в том, что объективно, согласно действующим законодательствам, в настоящее время нельзя реализовать этот принцип в отношении всех лиц и, в первую очередь, в отношении тех, кто привлекается за особо тяжкие преступления. Однако, несмотря на это, сегодня готовы к обмену большое количество людей. И Украина сегодня готова освободить 306 человек, рассчитывать на освобождение Донецка на Луганском 74 человек. И это можно было бы сделать до новогодних и рождественских празднований. Именно поэтому я хочу обратиться к вам с просьбой, используя ваш авторитет, проявить гуманизм, обратиться к главам непризнанных республик, господам Захарченко и Плотницкого, провести этот обмен, как первый этап обмена всех на всех и освободить указанных лиц. Я думаю, что таким образом 380 человек могло бы вернуться домой, к родным, близким всем. Я думаю, это был бы очень серьезный шаг и в реализации Минских соглашений, и в вопросах мира на Донбассе. Если можно, я хочу с такой просьбой к вам обратиться. Я думаю, что Православная Церковь меня поддерживает в лице Святейшего Павриарха Кирилла, который постоянно занимается этим вопросом, как, собственно, и Украинская Православная Церковь, во главе с Митрополитом Ануфрием. Владимир Владимирович, я очень бы хотел поддержать это. Мы с вами уже обсуждали все эти темы. Я знаю, что вы близко к сердцу воспринимаете судьбу людей. Дваженнейший Митрополит Ануфрий неоднократно ко мне обращался, тоже с просьбами. И, как известно, какие-то просьбы были удовлетворены, какие-то еще не были удовлетворены. И поэтому роль Церкви вот в такого рода конфликтах, она в первую очередь носит, конечно, гуманитарное измерение. Судьба людей, люди страдают, являются жертвами этого тяжелого конфликта, который действительно приводит к страданию очень многих. И поэтому я со своей стороны хотел бы тоже просить вас поддержать эту идею. И вот совместными усилиями, может быть, все мы могли бы осуществить эту замечательную акцию. Я сделаю все, что от меня зависит. Переговорю с руководством и Донецкой республики, и Луганской республики. Надеюсь, что то, что вы предлагаете, будет реализовано и как можно быстрее. Огромное спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Огромное. Спасибо.